Привет всем! Мы в той же обстановке, в нашем бункере, на нашей базе, где храним БУ детали. Опять в очередной раз я в трениках. А все почему? Потому что домашний режим. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Сегодня у нас тот же автомобиль, Volvo S60, единственное в другом кузове. И сегодня я решил поговорить о нем. Тем более, что автомобиль нашего сотрудника, который работает в одном из наших подразделений на проезде Черепановых, занимается продажей запчастей около 10 лет. О чем мы хотим сегодня рассказать? У тебя с какого года этот автомобиль? С 14-го года. А, с 14-го? С 0-я, можно сказать. Соответственно, 20-й, 6-й год. Да. Ну, сегодня поговорим, насколько этот автомобиль нравится Сергею, насколько он надежный, как его эксплуатировать, сколько стоят основные запчасти, те, которые у нас достаточно часто спрашивают, насколько часто у нас спрашивают запчасти, как не Сергею знать, что спрашивают, сколько стоит и так далее. Поэтому, надеюсь, материал получится интересный. Поехали. Я же знаю, что у тебя два автомобиля. С 60 и V70. Мы, кстати, тоже делали ролики. Вуллюкс, реверрейс. V70 2005 года дизельные. Да, P2. Платформа P2. Предыдущая. Я так понимаю, это автомобиль у тебя парадный, а тот рабочий. Совершенно верно. Деньги есть. Ну, как тебе вот этот автомобиль? Замечаю, нравится. Нравится он мне на все 100%. И люди так раз так смотрели. Некоторые остановились на стафоре и говорили, а что за тюнинг? Что это за модернизация? Говорят, просто реставрит. Оба. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Серега, а расскажи, с каким проблемами ты сталкивался? Что ты за последние 6 лет с ним сделал? И какой вообще пробег у этого автомобиля? Пробег у машины на сегодняшний день 122 тысячи километров. Эксплуатировалась машина и эксплуатируется, в принципе, в достаточно спортивном, я бы сказал, агрессивном, да, таком манере вождения. Колеса стоят большие, да, там что сказано, как многие скажут на подвеске. Колеса с завода стоят в комплектации 19-е. Не бойтесь ставить ни 18-е, ни 19-е колеса. Размотать подвеску можно и на 17-х, и на 16-х, в которых она ставится. Ежу на 19-х, проблем никаких. То есть, проблемы какие были? Расходники, да, у любой, да, S80, там, S60, XC60, я думаю, за 100 тысяч. Я бы сказал, у любого автомобиля. Да, ну, будем, да, говорить про Volvo. У любой, допустим, платформы P3, я думаю, раз в 100 тысяч, ну, по-любому, кто-нибудь менял стойку стабилизатора переднюю, что я бы сказал. Подшипники передних амортизаторов, пластмассовые у них, да, болезнь, то есть они там... Амортизаторы не менял? Амортизаторы на ней не меняны, нет, не меняны. 120 тысяч амортизаторы в достойном состоянии. Да, меняли один раз ступицу, на 110 загудела ступица. Передняя? Передняя ступица, одна на 110, начала подгуживать немножко, решили поменять, то есть ее поменяли. Стойку стабилизатора тоже поменяли где-то в 105-110. Также подшипники, то есть за 100 тысяч проблем не было, только расходники, фильтра. В 90 поменяли ГРМ. По тормозам тоже хорошо катаются. Сзади диски до сих пор родные. А ты ставишь оригинальные запчасти, ты как запчастист, или все-таки исходишь из цены качества? Пока машина была на гарантии, все только оригинальное, даже масло великостроу, как положено было. После там 100 начал лить ликви молли в нее, не меньшего качества, считаю даже лучшим. То же самое. В ГРМ оригинале, наверное. В ГРМ оригинале, то есть там, где можно было сэкономить. Ступицу, возможно, там. В ступицу была SKF за то же самое, что как бы идет в оригинале, только в два раза дешевле. То есть, стойка стабилизатора была LEMFURDER, то же самое, что идет опять же в оригинале, да, то есть там не 5 тысяч рублей стоило, а полторы тысячи рублей. Тот же самый подшипник, не две тысячи, а тысячи рублей. Как бы, ну, качество то же самое. Вот. Проблема больше. Теперь я хочу еще один вопрос Сергею задать. Вот про эту самую систему SETI-SETI. Сереж, расскажи, ты попадал в какие-то ситуации, когда тебя эта ситуация спасала, помогала, предохраняла, потому что на моих автомобилях такой системы нет, у меня более старые автомобили. За все время три раза реально спасла от ДТП, от столкновения. А можно поподробнее, что это, что за ситуации были? Один раз это было препятствие в виде человека, да, у меня друг решил прикольнуться, переградить дорогу, когда мы резко ехали. Следствие чего машина увидела очень близкое приближение к нему и просто включилась эта система, да, там она пишет на приборной доске, что экстренное торможение, там включаются аварийки, все дела. Она просто колом встает настолько сильно, что это, не знаю, с чем сравнить даже, не как будто резко-то на тормоз нажала, а вот у тебя просто сзади за шкермом взяли и вот назад потащили. Ладно, неплохо. И два раза она, то есть, решила, что будет ДТП. Первый раз реально был случай, что я не ожидал, то есть, проезжая круговое движение, да, я просто ногу с педали газ убрал, понимаешь, что, ну, по накатану, да, пройдешь и пройдешь. Вот, и машина как бы проедет, я проскочу. Но, видимо, система решила, видимо, что, видимо, может, меня нет за рулем, может, я уснул, там, не знаю, ну, пытался много узнать, как эта система работает, что то ли руки не надо держать у руля, то ли педали по-разному говорили, что-то. Объяснить этот факт действительно невозможно. Последний раз просто зимой, да, так называемый паровозик, когда там сталкиваются больше, там, двух-трех машин, там километров 90-100 примерно я ехал, то есть, я уже видел фонари ровера, да, там уже посчитал, сколько примерно будет стоить. Уже немножко пропотелся. В полете, да, уже, думаю, бампер, крышка багажника, думаю, ну, нормально сейчас. Все пропало. Подкрылся холодным потом. Да, с учетом того, что зима и каши, я нога уже вкала, вкала нажал на тормоз, но я понимаю, что я уже юзом туда капитальную еду. И она в самый последний момент просто настолько сильный вот рывок, остановки прям вот очень сильные, что мне показалось, что это дам удар, но подушкам ничего нет, я вылез, посмотрел, там, там, сантиметр, наверное, рамка. То есть, она сама еще как-то дотормозила, да, я не знаю, конечно, просто нажал, но, тем не менее, эффективность торможения увеличилась в конце. Да, да. Предлагаю пройтись теперь по запчастям, по стоимости запасных частей и расскажем, что у нас часто спрашивают, что мы часто продаем и сколько стоят, какие бывают аналоги. А теперь самое интересное. Переходим к технической части, к запчастям, обсудим, какие запчасти наиболее часто выходят устроены, наиболее часто продаются. По стоимости технического обслуживания возьмем, к примеру, малое техническое обслуживание, замену всех фильтров, масел, проверку всего автомобиля. С оригинальными, оригинальные запчасти будут стоить 14 тысяч рублей, неоригинальные хороших производителей, такие как МАН, КНЕХТ, если что касаемо фильтров, масло у нас указано КАСТРУЛ 0W30, 11,5 тысяч рублей. Да, разница невелика, в районе 3,5 тысяч. Работа по техническому обслуживанию 4,100. Диски тормозные, оригинальные, за штучку 4,950, неоригинал фирмы Галфер 3,450. Замена дисков, вместе с колодками мы взяли сразу же стоимости, с двух сторон 4,100 рублей. Когда вы приобретаете запчасти, оригинальные на Вольво, ориентируйтесь по кварталу. Как правило, к концу квартала, в начале, к следующему, к концу, может произойти подражание. Да, то есть такого бояться не стоит, что вот доллар поскаканул, и если вы касательно выбираете оригинальные запчасти, то, скорее всего, изменения цены никакой не будет. Если это все-таки не оригинал, он привозной, то зачастую он привязан к евро, к доллару. И все-таки плюс представительству Вольво в России, как сейчас бы отдать, или не знаю, компании Вольво, кто, соответственно, занимается ценовой политикой на запасные части в России, не так давно, около нескольких, там, двух месяцев, прайс Вольво подешевел процентов на 10-15. Рычаг передний, передней подвески. Ну, рычаги мы рекомендуем ставить в сборе. Соленблоки не стоит устанавливать отдельно, так как практика показывает ненадолго. Оригинальный рычаг стоит 13,800, а Лимфердер 7,270. Соленблок задней подвески, заднего продольного рычага передний. Ну, соленблок достаточно часто выходит из строя, это такая популярная позиция. Оригинал 3860, неоригинал качественный 2450. Радиатор охлаждения двигателя можно с этой проблемой столкнуться. Вы, кстати, не было проблем с радиатором? Нет. Ну, вот видите, автомобилю 6 лет проблем с радиатором не было. То есть, вот о чем говорит оригинальный радиатор. Оригинальный радиатор не так дорого, на мой взгляд, 19,000 рублей. Оригинал Хэлла, но Хэлла это достойный производитель, на мой взгляд. 10,5 тысяч рублей. Замена радиатора охлаждения 9,900. Насос гидроусилителя, здесь он электрический, насколько я помню. Да. Так как машина рестайлинговая. Насос гидроусилителя оригинальный, новый, соответственно, 38,000 рублей. БУ 22,500. Ну, так как разница ненамного-то дешевле. 4100 рублей стоит замену насоса гидроусилителя. Рейка рулевая. Новая, 75 тысяч рублей. Выстановленная, 24,800. Оригинальная муфта 21,800 и 17 неоригинал. А что за фирма неоригинальных муфт, ты, наверное, знаешь? И на люк, потому что это тоже самое, да, можно устанавливать. Хоть разница в цене небольшая, порядка 5,000, но уже больше разницы, скорее всего, да, устанавливать можно. Замена муфты будет стоить 6,600. Компрессор-кондиционеры тоже сталкиваемся мы с проблемой компрессоров-кондиционеров. 42, это частый вопрос, да? 42,190 рублей стоит новый оригинальный, 24,900 восстановленный и 17,5 по 5,700 замена. А теперь пройдемся по жестянке и выясним, сколько стоят кузовные детали на этот автомобиль. Какие другое. Добавьте немножко позитива. Друзья, поношу я камеру в руках, Сергей поможет. Обсудим, сколько стоит жестянка. Начнем с капота. Да, капотик у нас не дешевый, новый, оригинальный такой капот обойдется в 50,5 тысяч рублей. На разборе, если брать, да, хорошие детали, не там, битые, не страховые, то есть под окрас, порядок цен от 30 до 40 тысяч рублей. Знаете, капот просит. Накладка бампера на рестайлинг. Накладка бампера это вот эта вот пластиковая облицовка, причем без решетки радиатора, надо уточнить, без спойлера, без датчиков парктроника, просто чтобы вы понимали, что такое накладка бампера. Белая часть, то, что окрашивается в цветку непосредственно. Накладка бампера обойдется новая в 32 тысячи 700 рублей, оригинальная БУ от 10 до 15, но и также есть на рынке Китай, сейчас 10-12 тысяч рублей, в принципе, тоже вполне себе. А как Китай, кстати, встает из практики, есть практика? Да, есть практика, практика большая по бамперам, хорошо встает, проблем нет, сделана, в принципе, копия, сейчас оригинал довольно-таки распространен, вопрос, кто как преподносит, многие говорят, Польша или Европа, или с завода, но дешевле, на самом деле, все это Китай, и за эти деньги все, что продается, это все Китай, и просто копия, оригинал, можно ставить смело уже, все это пройдено, уже не тот Китай, что был 10 лет назад. Двери, ну, двери здесь, да, они дешевые, 50 тысяч рублей стоит оригинальная дверь, БУ-шная, 20-25, в хорошем состоянии. Я смотрю, немножко процарапал ты бок, да? Да, это прошлой зимой кол торчал на стоянке в Сугробе, выезжаю, я его Сугробчик так срел. Вот, друзья, в этом случае двери менять не нужно, в общем, такие двери ремонтируются. Ну, это зависит от мастера. Ну, да, приезжайте к нам в кузовной цех, мы такие вещи без проблем делаем, в общем-то, как и многие другие станции. Да, также фара на нее не оригинала мы особо не видели, хорошую, то есть, здесь установлен, да, линзованный адаптивный ксенон, стоимость такой фары стоит 58-700, новая, 20-25 БУ. Ну, 10 тысяч рублей новый, 7-8 БУ. Угу. Ну, собственно, все. Единственное, что хотелось бы отметить, у нас присутствует в компании на Авито магазин, который видел Сергей, кстати, и там много различных интересных выкладывается и запчастей, и аксессуаров, вот, допустим, колеса, кто заинтересовался на 19-е колеса, можно посмотреть в нашем магазине Авито, кстати, как туда попасть. Авито.ру, слэш, Вольво, попадайте на наш магазин, а там все распродажные товары, интересные какие-то, тюнинг, то есть, конечно, мы туда не выкладываем расходные материалы, фильтра, тормозные диски и так далее, да, мы туда выкладываем спойлер, юбка, фары, колеса, капот, если это редкая позиция. Какой-то тюнинг, какая-то распродажная интересная товара, то есть, не обязательно на свежие, даже на классические старые автомобили много чего, много ценителей у нас там смотрят, я так что обращайтесь. Да, поэтому пока время есть, карантин, любителям Вольво, я думаю, будет интересно, много на старые модели Вольво что-то выложено, так как наша контора существует давно. Много из куплено уже там на старые машины, я скажу, больше, чем на новые. Мы продолжаем выкладывать, 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 изо дня в день, изо дня в день здесь работает человек, который этим занимается. В общем, целый процесс, целое производство. Друзья, ну вот, в общем-то, все, что хотелось рассказать, если были полезны, ставьте лайки, пишите, с радостью пообщаемся. Пишите, что, про какие модели Вольво хотели бы еще узнать. И до новых встреч, приезжайте в гости. Будьте здоровы. Будьте здоровы.